10 мая ориентировочно в 2 часа ночи нам поступило сообщение о том что в новой усмане кафе кавказ скорее всего скоро поедет нетрезвый водитель мы туда прибыли водитель поехал мы начали преследование сотрудники дпс его остановили вы за мной а он передо мной когда вышел водитель показал сотруднику полиции какое-то удостоверение красное как мы потом увидели это удостоверение было бывшего сотрудника дпс бывшего бывшего сотрудника полиции так сказать следить за регистрацией на трассе связи а вы сотрудник до мвд не сотрудник пройдите пожалуйста все поехали на пост поехали на сану я смотрю сработку вместе Мы здесь не желательно, есть какой-то порой, можно? На пороге можно? На пороге, да, вот здесь. Пацановка, можно ли? Нет, нет, нет. Вы превышены в качестве понятых. Разъясняем, что человек имеет право в действительности в действительности, является участником административного производства. Вам также зачитываю право в предусмотрении статью 25.1 Кодекса. Ко мне есть вопросы? Какие жалобы, претензии в данный момент? На данный момент есть что-то у вас? Может быть, может быть. Вот, а да, то что-то еще, какие-то вопросы? Чего так будет? Значит, нет, да? Чего? Пять на сцене? Пять. Право, вот, дружки. Можно вам вопрос решить, что-то не кажется, если бы ничего не будет. В данный момент вы осуждены от управления? Ничего, я не буду подписывать. Подписывать не будете? Ничего, да? В присутствии понятых вы отказываетесь от подписи? Да. А свидетельство не будете проходить? Отказываюсь. Не будете проходить, да? С помощью прибора сертифицированного в установленном порядке отказываетесь это делать, да? Да. Так. А в медицинское учреждение отказываетесь проехать или будем проезжать? Ну, тоже я отказываюсь. Отказываетесь, да? Да. То есть вы отказываетесь от прохождения свидетельствования с использованием прибора и от медицинского свидетельствования. Правильно я вас понял? Вы слышали после жилья? И кроме того, от подписи в административную... Да, это вставные свидетельства, я знаю. Кроме того... Я у вас работал, пацаны, вы мне не говорите. В административном материале работаете? Я свидетельное докажу вам. Давай. В административном материале. Ничего не будет. Ничего не будет. Ничего не будет. Выкатите, пожалуйста, чек на отказ. Он отказался от прохождения свидетельства на состоянии опьянения на месте и отказался от поездки в медучреждения. Соответственно, был оформлен по статье 12.26. Он всячески утверждал, что он не в алкогольном опьянении, у него голова болит. Но, как мы видим, и у меня есть основания говорить, предполагать о том, что он реально был в состоянии опьянения. Имел устойчивый запах алкоголя, была неустойчивая походка, было покраснение глаз, поведение несоответствовало действительности. И в откровенной беседе он сам подтвердил то, что он употребляет. Ты говоришь, что с тобой, у тебя работа связана с водительским удостоверением. Зачем ты это бухать за рулем? Да вот, блядь, я тебе говорю, как мужик, снимаешь, нет? Ну, пишутся, да. Пишутся. С женой поругался, говорю, блядь, вот. Разошелся, блядь, с детью, вот, что 18-й будет полтора года, блядь. Вот, сука, вот ты за это, если честно. Вот так вот. Что ты хочешь сказать, что ты первый раз употребляешь за рулем? Да. До этого никогда не употреблял? Ты за это ругань, блядь, с ней решила с ней помириться, вот, в карту, в карту, в карту, в карту, в карту, блядь. Я сказал, ни хуйня. Ну, а чё тебе даст? Ты просто не хочешь, чтобы установлено состояние обвинения было? Просто хочешь отказаться и все. Ну, снимай, не надо, дружочек. Пожалуйста, тебе говорили, снимай. Пойми меня как мужика. Да. Я прекрасно понимаю. Просто, ну, тебе, правда, никто не давал это состояние обвинения. Я тебе все подмаркнул. Я все понимаю, пацаны. А ты раньше здесь служил, что ли? Да. А давно служил? Я тебе говорю, 1 апреля ты на пенсию пошел. В это с этого года 1 апреля? Да. Этот гражданин всячески пытался воздействовать на сотрудников ДПС. Угрожал косвенно, так скажем, что якобы они замешаны в каких-то темных делах, что у них есть какие-то подставные свидетели, там понятые. Очень все это плохо. Я думаю, это воздействие на них здесь, на месте. И я предполагаю, что это воздействие будет и в последующем. Я знаю, пацаны, тут у вас, блядь, они, пацаны, лица все. Вот вы же тоже, вы. Да. Так же, как по наркоте вы задерживаете, блядь, я с вами работал. Я с вами работал, да. Не с вами я работал, а вот с ним я работал, да. И что было? Очень много было пацаных. Да у вас тут стоит человек, вон там, сзади, на гражданской машине. Я не тебе говорю, я вот им говорю. Может быть, выйдем, посмотрим? Легко. Давай. Легко. Я в суде все расскажу. Как вы тут работаете, что вы тут делаете, что подставляете. Вы понятые, вы не понятые. Мы просто подтверждаем пожар. Вы понятые, я вам накажу, вы не понятые. Вы работаете тут за какой-то, да. То есть, практикуется, хотите сказать? Практикуется. Да. Да я знаю. Вы обвиняете сотрудников полиции в служебной подлоге, получается, здесь, да? Нет, ничего не обвиняю. Ну, вы только что. Я докажу. Я тут работал. Раньше. Раньше. В каких годах? В 90. Все тут у нас отрегулировано, цены. Так что, golden beat. Если вы так за вас взяли, у вас предполагает 3 секунды нахуй тут можно. Ну, не надо материться, в последний раз предупреждаю. Ладно, сегодня. Так. Хочу обязательно отметить. Инспектор, который составлял этот материал. Огромное вам спасибо. И вот на вас должны равняться все сотрудники ДПС. Вообще, в принципе, любой полицейский. Потому что, так как вы оформили за всю нашу практику, никто из полицейских так не оформил. Огромное вам спасибо. С самого начала до самого конца все было просто идеально. Молодец.